МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшняя наша тема – это эффективная постановка на учет и регистрация иностранных граждан. Давайте, наверное, начнем с простого вопроса. Что это такое? Под эффективная постановка на учет и эффективная регистрация понимается регистрация иностранных граждан в жилых помещениях на территории Российской Федерации, которые предоставляются собственниками, без намерения проживать данных иностранных граждан в этом помещении, или без намерения собственника предоставлять данное жилое помещение для проживания. А как вообще должна проходить эта регистрация и постановка на учет в идеале? В идеале, после прибытия иностранного гражданина или лица безгражданства на территорию Российской Федерации, им необходимо установить в законном порядке ставить на миграционный учет. После постановки на миграционный учет, через определенный промежуток времени, они получают вид на жительство. После получения вид на жительство, данным гражданам необходимо зарегистрироваться на территории Российской Федерации. После чего, опять же, через определенный промежуток времени, они получают гражданство и паспорт к ожиданию Российской Федерации. В чем сложности на практике в этом деле? И, может быть, какие-то яркие примеры или специфические ситуации приведете? При расследовании уголовных дел, связанных с эффективной регистрацией и постановкой на учет, сложности возникают с тем, что граждане эффективно регистрируются и уезжают в другие населенные пункты, другие области для работы или по иным причинам. Поэтому расследование данных дел в этом иструдняется в их поиске. Сами граждане регистрируются эффективно, даже сами того не хотят. Предположим, если у иностранных граждан есть знакомый в каком-то отдаленном населенном пункте, у которого имеется старенький жилой дом. В этом доме он может зарегистрироваться или поставить на миграционный учет, но так как в данном населенном пункте для него нет работы, он уедет в другую область. Что затрудняет работу миграционных служб по контролю за передвижением данным иностранными гражданами территории Российской Федерации и следственный учет данных у иностранных граждан. Чаще всего граждане, которые только недавно получили гражданство Российской Федерации, приобретают в отдаленных деревнях жилые дома, которые просто имеют адрес, фактически строения нет. И в этом адресе регистрируют своих близких и знакомых для получения теми дальнейшего гражданства Российской Федерации. Все это выявляется участковыми полномочиями, полициями и миграционной службой, так как фактически дома нет, адрес есть, помещение непригодное для проживания. В данном доме иностранные граждане могут не проживать, не существовать. Может быть, какой-нибудь яркий пример из работы приведете? Ну, яркий пример, наверное, действительно у нас была в деревне Подноволоке, Милославский район, там иностранный гражданин Российской Федерации, собственник жилого помещения, зарегистрировал своих родственников, жену, детей и там еще дальних родственников. А по приезду туда оказалось, что там одни развалины и руины. А сколько человек там было зарегистрировано? Ну, около четырех. Именно регистрация идет в нежилых помещениях или к кому-то тоже человек может? Можно и в жилом также зарегистрироваться эффективно, то есть, предположим, я попрошу соседку, свою знакомую иностранную гражданину зарегистрировать. Она регистрируется за дружеские со мной отношения, но фактически она же не готова предоставить неизвестному лицу жилое помещение. Чаще всего регистрируют за материальное вознаграждение или за дружеских отношений. Пенсионеры, бабушки, у которых пенсия там порядка 10 тысяч за тысячу рублей, согласны зарегистрировать. То есть, как бы за материальное вознаграждение. А люди среднего возраста, собственники жилых помещений регистрируют. Ну, кто-то кого-то попросил. А такие случаи тоже встречаются в практике? Да. И как часто? Ну, 90%, наверное. А какой вообще закон регламентирует это? С января 2014 года в законную силу вступили поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации и статьи 322 прим. 2 и 322 прим. 3, которые регламентируют данные преступления. Как вообще проверить на подлинность? Человек поставлен фиктивно на учет или человек на самом деле, то есть нет у него никаких нарушений закона? Ну, в ходе проверки административных участков, участковая полномочная полиция или также миграционная служба проверяют регистрацию иностранных граждан. И их отсутствие по месту регистрации вызывает уже сомнения, в ходе которых регистрируется рапорт об обнаружении признаков преступления. Участковая полномочная полиция собирает материал по данным факту, то есть опрашивает соседей, живут, не живут иностранные граждане в этом доме, главу сельского поселения, если это маленький населенный пункт, членов семьи, проводит осмотр места предшествия, то есть осмотр данного жилого помещения. Хранятся ли там вещи данного иностранного гражданина, предположим, если там живут одни женщины, хранятся ли там вещи мужчины зарегистрированные, ботинки, зубные щетки. Также это все является доказательством по обвинению собственников. И хочу заметить то, что к главному ответственности привлекаются только собственники жилых помещений, которые регистрируются. Иностранные граждане по делу идут свидетелями. Раз уже заговорили об ответственности, то какова ответственность за это? Ответственность за данное преступление наказывается штрафом от размера от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет. А что происходит с иностранными гражданами? Иностранные граждане после иступления в законную силу приговора иностранные граждане через определенный промежуток времени, миграционной службы, снимаются с учета или выписываются из места регистрации. А вот вы описали некоторые методы работы, где участковый ходит по домам и так далее. Как еще работает? Как еще работает? Также граждане сообщают о том, что там у соседей, возможно, кто там зарегистрирован, но не проживает. Ну и чаще всего, конечно, сами миграционные службы, они же при регистрации общаются, и миграционная служба при регистрации иностранных граждан обязана предупреждать об уголовной ответственности собственников, которые регистрируют данных граждан. Как зарегистрироваться легально иностранным гражданам? Ну, зарегистрироваться, для этого необходимо обратиться или в миграционный пункт, или, вот сейчас на пассе России у нас многофункциональные центры, которые все разъяснят, укажут, какие необходимо предоставить документы, и все в соответствии с законом делать, вставать на учет, получать РВП и регистрироваться, в дальнейшем получать гражданство. А может ли быть такая ситуация, что иностранный гражданин сам не знает, что он встал на учет фиктивно? Нет, такого невозможно, потому что наличие иностранного гражданина, это обязательно в миграционном пункте или в МФЦ. Какие-нибудь распространенные ошибки есть при постановке на учет или регистрации? Ошибки чьи? Ошибки иностранных граждан. Ну, иностранных граждан, они чаще всего даже некоторым языком не владеют, поэтому у них ошибок нет, ошибки только у собственников, граждан, которые по доброте душевной или с корыстным повреждений регистрируют. Может быть, есть какие-то статистические данные, сколько собственников было осуждено за прошедшие годы? Ну, вот в Скопенском и Милославском муниципальном районах за 2016 год было привлечено 17 человек уголовной ответственности, а за 2017 год 19 человек. Поэтому рост у нас идет. А есть какие-то, проводятся ли какие-то профилактические мероприятия с собственниками? Конечно, проводятся. Информация в СМИ предоставляется в газеты. А с собственниками, что с ними уже проводить беседы, если они уже привлечены к ответственности? А привлекался ли кто-то из собственников повторно к ответственности? Нет, такого не было на моей практике. А может ли обвиняемый оспаривать решение суда? Конечно, обвиняемый в праве оспаривать решение суда до вступления в закону силы приговора в отношении него. Просит ли у вас какие-то беседы или обмен опытом с сознавателями полиции из других районов, других регионов? Ну, конечно, каждый случай индивидуален, поэтому звоним, сообщаемся, спрашиваем об их практике и применяем свои деятельности. А может быть, какой-то есть особый способ, который вы взяли себе на вооружение или которым делились? Особых способов, наверное, нет. Они, в принципе, одинаковые. А сколько вообще человек трудится в отделении дознания? Сколько работает? В ОМО и в Доросийск-Опенске в отделении дознания в настоящее время работают 4 человека, 4 дознавателя. И на их плечи ложится тяжелая обязанность, то есть обхода, беседы с местными жителями? Ну, беседы и обходы производятся участковыми до возбуждения уголовного дела, а дознавателям уже возбуждается уголовное дело, расследуются, допрашиваются свидетели, собираются все остальные доказательства. В какой сфере относится данное преступление? Данное преступление, предусмотренное статьями 322, прем. 2 и прем. 3, относится к преступлениям в свете порядка управления. Граждане, которые эффективно регистрируют и ставят на миграционный учет иностранных граждан, которые по данным адресу не проживают и не пребывают, сильно затрудняют работу миграционных служб по надзору, контролю и за передвижением данных иностранных граждан по территории Российской Федерации. Если человек думает, что у его соседа или у какого-то жителя его города фиктивно зарегистрирован какой-то иностранный гражданин, куда ему обращаться, как ему быть? Обращаться в отделении полиции с заявлением или к местному участковому, который проверит по имеющейся базе, действительно ли там есть зарегистрированные граждане, и соберет соответствующий материал. Хочу еще сказать, что срок давности по данному преступлению, она относится к преступлению небольшой тяжести, поэтому составляет 2 года. Может ли как-то гражданин понять, что у его соседа или где-то еще незаконно проживает иностранец? Понять он как бы не может, он может только кого-то услышать, кто-то ему скажет, если к тому же они там не проживают, в этом и есть эффективность. Вообще, насколько чисты такие случаи? То есть, может быть, даже не просто в Скопине, а вообще... Ну, поэтому и как бы раньше за данное преступление лица подбегались административной ответственности. И только вот в конце 2013 года, начале 2014 года было ужесточено наказание за совершение данного сначала административного, сейчас уголовного преступления. Я думаю, что это потому, что на территории Российской Федерации очень много таких случаев. А с иностранными гражданами все-таки никакой беседы не проводится на эту тему? Только с собственниками? Ну, с ними должны проводиться на миграционном пункте беседы по поводу того, что где граждане зарегистрированы или поставлены в миграционный учет, в том месте они должны и проживать, и находиться. Если, предположим, гражданин хочет уехать на работу или что-то это, он должен обязательно уведомлять миграционную службу о своих передвижениях. А при повторном привлечении человека, если он снова зарегистрирует у себя или поставит на учет иностранного гражданина, наказание как-то увеличивается? Наказание, да, конечно же, будет увеличиваться. А какое оно будет? Ну, от штрафа до лишения свободы. Сроком? До трех лет. Ольга Александровна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова